КАСГОСКИН Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Становятся без партнера, второго гоняют и... Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Заковыряли. Клодгейма забирают в сайдпик. Ну да, выжить должен только один. Дункан Маклауд, подпись. Аутбрейк разбирается абсолютно со всеми, не щадя и тиммейта. И посмотрим, что за стороны выберут. Друзья, смотрим мы с вами полуфинал. Это Старсерия. О, Старсерия. О, я-то ее уже замахнулся. Поговорочка по Фрейду. Про серия. Пятнадцатый сезон, полуфинал. Один из двух, который у нас всего есть. На сегодня еще будет четвертьфинал. Об этом немножечко попозже. Ну и если все пойдет таким же макаром, третий карт оверпасс мы не увидим. Если же литовцы, которые, напоминаю, с третьей групповой стадии вышли с первого места и фаворитами являются как-никак в этой игре, были они жестче. Но если будут свой пик забирать, то посмотрим оверпасс. Во всех остальных случаях по расписанию в 22.00 по Киеву, Москве и Минску нас будет ожидать четвертьфинал между между, между, потом скажу, какими коллективами. Тут стоит за дальним. Что там, смог, что ли? Опять прошивают. Да, не решились в этот самый смог выходить. Геймплей ДНа. Одного потеряли, остальное звено на панике немножечко. Отыгрывает, отсейвливает свой любимый тайминг. Ну и опять-таки преимущественно по миду собираются в виде осадков литовцы. Будут проходить по короткой дистанции. Оу! Оу! Выносите! Выносите! А еще заносите! Выносите! Просто не оставляет шансов. Манофест в одно лицо скушал всю команду. Просит добавки. Добавку разбирает, разбирает Егорка. И, по-моему, даже с одной только лишь потерей, да, заканчивает этот раунд. Колдгеймы ну, как-то вот потерялись после первого килла литовцы. Жестко, жестко взялись колдгеймы. Как будто, я не знаю, прям после группового этапа весь май они были пристегнуты цепью к системному блоку. И им изредка подносилась еда к рабочим местам. В остальном они как бы тренировались, смотрели демки какие-то, видимо, даже соперников. Ну, подготовились. К вчерашнему матчу это было видно, знаете, когда когда команда играет, а, как пойдет, мы и так жесткие, или же команда играет. То есть это было видно по моменту колдгеймов защиты, как они много дани отдавали центру. И, видимо, ничего не меняя литовцы в свои атаки. И, несмотря на то, что карта изменилась, будут также преимущественно отыгрывать по меду на информацию, как говорится, на минус. Ну и пока что равноценный размены. Просто КП потеряли. Тут бы вот не надо идти, скорее всего, Егорке, потому что не понимает, сколько народа на него открывается. Но, тем не менее, думал, что будет жестче. Выкатился на стальных. По итогу оказались они не очень-то и стальными. Ну и, опять-таки, геймплей ДНа не торопится. Понимая и не имея здоровья. Понимая, что еще, в общем, какие-то тяжелые девайсы против них есть, здесь бы, опять-таки, реализовать Дигл, который летел. Фургет под этот самый Дигл и выцеливает человека на фунте. Никто не открылся. Теперь реклама. И вот то, о чем я говорю. Фургет и его Дигл. Здравствуйте, пожалуйста, организовывает. Так, ну тут звено спины. Похоже, что рискует тоже отдастся. Девайс еще выпадает предательски. Последний кулон. Что-то сегодня прямо вот комедия вторых раундов. Прям второй раунд, как будто бы никому и не нужен. Так, пошел кулон до конца. До конца на отца. Но 1-1 делают счет. Геймплей ДНа. Красавчики. Вытащили. Тут, наверное, не очень адекватно сыграл Егорка. Хотя он, по факту, был спиновым и инфофрагом таким стал. Но, как бы, если бы убил одного и второго, или же хотя бы одного, второго накалил и ушел живым, то красавчик. Но, в общем, выходил на звено. Там был еле живой литовец. Но он спрятался за спину совершенно фулового. Товарищ. И вдвоем распилили Егорку. Ну и дальше уже вы все видели сами. Во-первых, Фургет и его Дигл. Несказанно великолепный. И раунд отдается. Ну вот здесь 15 хп всего лишь оставили товарищу Флипсайду. Только лишь успел повеиться на меду. Но Муха с той стороны стреляет неплохо. Сама, конечно, теряет. 2% здоровья у Манофеста, но... Но живая. Спасибо, что живой. Так. Ну там инфа пошла, что у Мухи нет здоровья. Все хаешки у кого что было, накинули. Скинемся, ребятки, по хаешечке. Скинулись. Манофест отцевелся. По здоровью как раз-таки тиммейт. Поближе к воротам и отыгрывает... О-о-о-о-о. Отыгрывает шикарно. Звено спины подходит с лонга. Его оставили и об этом знают. Ой, ну и... Опять-таки та самая нижняя темка становится камнем преткновения для коллектива Cold Game. Короче, у нас похоже, что помимо точки А и точки Б нарисовывается на дасте 2 новая точка точка С. Где друг друга просто-напросто не щадят те-не другие. Но для себя Квик, похоже, что над дымом видел Проходящие ноги оппонента Выстрелил ему и попал куда-то в район души 2-1, геймплей ДН Вот Нервировать у них получается Колдгеймы По первому зову стягиваются на мид Да, если это вначале было оправдано И мерцающее здесь, ну не АВП Но снайперскую винтовку сыграл Манифест Имея 2 хп перетянулся и лаки шот Сделал в прыжке в голову То есть и накалил и убил Его муха отыграла То остальные не так очевидно в этом раунде Себя проявили Манифест опять-таки полезен Опять-таки килл в раунде он несмотря ни на что Без армора и с разводками тиммейта делает Отдав его, забрав себе фраг Вот в остальном как бы только лишь Вопрос времени Вопрос того, кто доберет этот раунд Добирает его Форбас 3-1 Геймплей ДН На своей карте На своей карте переворачивают ситуацию точно так же, как колдгеймы переворачивали Не далее, как полчаса назад на Мираже В дебюте сразу, не отправляя в долгий ящик, все это дело Начинают удивлять Но вот когда складываются такие игры Это нервы, друзья Это просто стадия плей-оффа Потому что во всех остальных ситуациях Было бы чуть менее Чуть менее агрессивно все Чуть более стандартно Люди бы все-таки склонялись к сейвам Никаких экономических войн со стороны дефа Навязано бы не было Здесь попытались, зацепились Но не так удачно, как это было на предыдущей карте Опять-таки у нас переворачивает именно сторона атаки Именно сторона атаки Пушит своих соперников Первый девайсный приходит даже с АВП для Манофеста И он с него опять-таки работает Н3 килл случается, но тиммейтов уже было 3 И теперь стало 2 Бомба проносится, забранная точка Б Время задуматься о севе Тем более, что позиция дальняя Спинового Манофест, конечно, закрывает Но в остальном все плохо Нас ожидает шедевральный засейв Если случится, тут Фурбас уже на нюху берет Берет след Берет след И даже визуальный контакт случается Ну и такой Help, help, help Понимает, что один не справится Зовет товарищей Так, ну Манофест готов закрывать Всех заходящих Причем в район куда-то Тазового Тазовой кости Тазового сустава Берет прицел Чтобы никто не присел Не зажал Ну и Ни те, ни другие В общем, побоялись Побоялись и те, и другие Встречаться лицом к лицом Друг с другом 4-1 Геймплей ДНА Еще один раунд забирают Пока есть о чем подумать Клодгеймом На этом фристайме Потому что два девайса Было засейвлено И Появляются у нас Дигл, 5-7 П-250 Ну Да, равняют просто Напросто экономику Все правильно делают Чтобы она не плясала Чтобы не было такого момента Когда у кого-то будет В кармане За душой ничего Ну и Понимая, что против двух девайсов Тем более одно Немобильное И наугад Идут Вот будет стоять Так будет стоять Не будет Так не будет Угадывают по точке АВП не было за дальним ящиком Манофест Преимущественно на лонге Отыгрывает Ну а тех, кто стояли с пистолетами С потери двоих Все-таки убрали 3-3 И ретейк надо делать Как ни крути Тем более, что позиции близкие Но потеряв третьего Опять-таки Тот самый Манофест и кулон Уходят на Отсейв В следующий раунд Дивайсиков Ну и Здесь бригада большинства Выдвигается Понимая, что Враг не у ворот Побежали уже сейвить Правда Немного отпуская по таймингу Не встречают спины Но времени будет хватать Для того, чтобы Материализоваться на лонге Попытаться побороться АВП Манофест работает на минус 1 Выносите клиента Остальные Ну не пойдут, да Кафу смотрел Под кроватью смотрел За шторой не смотрели Флипсайд же команда Отличный комментарий Да Ну и 5-1 Пока атака Превалирует На дефенсом На своей Выбранной карте Литовская Причем атака Сейчас бы бомбу закинуть Куда подальше А зачем В чем расклад Не пойму Так, ну и смотрим Как будут литовцы решать Эту ситуацию Первый раз Когда они на Информацию по одному Играют Без сбора по минду Но здесь пока что Особо и нечего делать Контакт на ВП не стреляет Манофест Где он У нас Давайте Манофест на зигзаге То есть Это нечеткий Нечеткий Мидл От авика Поэтому Довольно приятно Себе геймплей ДНа чувствует И по рассеиванию Смока Квик говорит Дружище Я готов Выходи Будем стреляться Никого нет Никого нет Здесь решили Проблемку эту Разруливать Немного по другому Уже на Уже на заход И в принципе В этом есть В этом есть Какие-то положительные Моменты Потому что Все что отдавали До этого Все таки Случалось на Агрессивных Контратаках Колдгеймов Первый раунд Когда они решили Отстояться И Помимо Беги стреляй Литовцам приходится Теперь еще и придумывать Куда бежать стрелять Ну решают с лангом Разобраться Тут У нас отпуска не будет Манофест стягивает Зигзага И в линию Двоих мог забирать Но И через смок Не залетело Тиммейт отдал Но тиммейт Отстреливается Кулон там Минус один делает Несмотря на то что Вот только теперь Умирает Как раз таки Первый отдался Манофест Тот самый Который вроде бы Уже должен был отходить Но вернулся и погиб Но два в два Два в два И прекрасно понимают Где стоит Где стоит у нас атака Отстреливается неплохо СВП Квик В легкой растерянности Да Ну и времени у него не было Решил не идти Вот Тупик Просто для литовцев Когда Когда им приходится Подключать Такой важный орган Как мозг В атаке Если на карте Мираж Все как-то более Было стандартно Да или Архитектура Немного другая Архитектура Немного Более позволяла Подходить вплотную К точке А И к точке Б Через мидл Имея в запасе Тот же самый Эндерпасс И зигзаг То здесь Такой ситуации Не присутствует И приходится Без информации Точнее Не имея Этой самой информации Этот мид отпускать Потому что Различные могут быть Неприятные случаи Выходили по длинной Выходили по лонгу И Кулон Манофест Ну задержали Настолько Настолько смогли Чтобы этот раунд Закрыть свою пользу Но вот Теперь отданный мид Ну то есть Ситуацию предыдущего раунда Геймплей ДНА Поняли по-своему Типа Не держите Но мы туда и пройдем Кипятите Мы идем к вам Пришли Разобрались Ну и вот Звено точки Б Должно отстреляться Правда Какой-то жесточайший От полна распрей По двоим Ему даже абсолютно Тиммейтов не надо Причем раскручивался На две кардинально Противоположные позиции Одного и второго Забрал Ну и последний Тот самый кулон Человек Человек в яме стоящий Далековато было Не поверил Что настолько быстро Тиммейт отдадутся Ну и в путешествие Кругосветное Так Ожидается Эти спаун Похоже что да Но не понимает Насколько близко И где Самая позиция На сто процентов Ну и по этому моменту Отдается Шестой Для геймплея ДНА Все неплохо Два раунда До взятия половины Ой Какой спаун А вот реализовать Будем реализовать Ой Так Ну нет Похоже что не решаются Спаун использовать Хотя вот Втроем смотрят Как раз таки В темную Давайте так Пролетим Так Ну и смотрите Предыдущее звено Точки Б Ничего не смогло сделать Нет Здесь просто Откинулись Показались И уходят в нижнюю Все Все как дед Рассказал Использует Мудрость Старинную Литовскую Помиду Опять таки Играют Преимущественно Ну и то чего Не нужно было делать Колгейма Опять таки Делать То есть у них Нет срединного Варианта Точнее он один раз Заехал А вот Дальше Понять они не могут То есть Нащупать Момент Золотую середину Когда вроде бы Как бы иномид Выходить надо Не надо Но держать его надо Так Ну и смотрите Два застрела Тот же самый Манофест Сегодня просто вот Неостановим Этот парень Аутбрейк Вопросики Что что И Манофест Один в двоих Один каленый Бежит на ноже Видел позицию Но здесь так Найм И не сдобровать Манофест ХП у него абсолютно Не было Изобрить под окном Моментально Распреем Он не смог Седьмой Для геймплея Дайна Какая-то немного сумбурная Борьба Удобная Для геймплей Пока в ней теряются Колд геймы Видно что не очень уверенно Себя чувствуют На карте Даст И похоже что Вот то что я говорил В начале первой карты По пику бану Наверное так оно и будет То есть Почему здесь появился Оверпасс Потому что Литовцы на 100% Уверены В своей второй Карте Своей Второй Своей второй Карте А В Карте ТС-2 А вот Вопрос Кто же все-таки Этот оверпасс Готовил Ну пока Выходит по пику бану Что литовский оверпасс Ну посмотрим Ну тут полностью Семной раунд Как бы Братская могила В линию На миду Застрельщик Форгет Ту-ту-ту-ту-ту И последний Николбек Да Открил позицию АВП не попадает Дергает Юспом Но тем не менее Взяв Тек-9 Более себя Приятно чувствует Квик И Первая половина Геймплей ДНА Слушайте Ну раз за разом Респы под Б Это вот просто Эпически Пауза у нас Залетает От кулона Видимо Видимо Пришел тот самый момент Когда Есть о чем поговорить Но Знаете Такая пауза Двоякая Во-первых Неуверенность в этой карте Это понятно Да Во-вторых Кулгеймы Естественно Нацелены Не доводить ситуацию До оверпасса Насколько я понял Хотелось бы Просто-напросто Узнать Потому что Оверпасса В про-серии Я не знаю Как Бенгальского тигра Занесенного В красную книгу Там Мы не видели Поэтому Как дела обстоят И у тех И у других С ним Я абсолютно Себе не представляю По-моему Один оверпасс На протяжении Двух месяцев Удалось Откомментировать И на этом Как бы все Шутка Ходящая По про-серии 15 сезона А зачем Пикать Банить Карты Если будет Даст 2 Мираж И кэш Она как бы Шутка Но В каждой шутке Есть доля шутки Назовем это так Потому что Действительно Действительно Только 3 карты Игралось Ну здесь как-то Разложить Очень сложно Хотя Многие команды Взяли себе На вооружение Как только появились Эти самые Теперь уже Наверное поздно Теперь уже Многие Тренируют Нюк И ждут Еще появления Либо нового Инферно Либо той самой Уже Набившей оскомину Для меня Санторини Появится Она не появится На Тускан Уже никто не надеется И Ну команды Скорее всего Преимущественно Дают предпочтение Тем картам Которые вот только-только Появляются В турнирном Прошу прощения Мапуле А Аверпасс Как не играли Это уже и поздно Но На просторах Про-серии Я думаю Можно удивить В следующем сезоне Если тренировать Эту карту На каких-то других Уже Если пойдут дальше По По карьере Назовем это так Врываясь в топчики Команды После этой Про-серии Если будут их приглашать На всевозможные Чимпы Где они смогут Не только на праках С европейскими И Какими-то другими Соперниками Стретиться А и на чемпах В официальных катках То Ну Похоже Что придется Тренировать Так Ну ждем Тактика у нас Затягивается От колдгеймов Шифруют Очень долго Такая Лекция Продолжается Напоминаю Сегодня Это не единственная Битва Будет у нас еще Что неожиданно Четвертьфинал После полуфинала Сыгран Второй полуфинал Я так понимаю На В расписании Стоит на завтра Правда пока что Точного времени Я вам не скажу Потому что Как раз таки На завтра у нас Две игры Должно было быть Два полуфинала Если я ничего не путаю А сегодня Как-то по-другому Должно было Ну короче А сегодня Должен был быть Один четвертьфинала Завтра два полуфинала Но вот один из полуфиналов На сегодня перенесся Поэтому О времени завтрашнего Полуфинала Я вам ничего сказать Не могу Завтра будут играть Прайды И ждут они себе Соперников Как раз таки С той встречи Которую мы сегодня Посмотрим Четвертьфинальную Там Квесты И Потерявшую организацию Binary Dragons Gold И оставшиеся втроем Коллектив Теперь под названием Baglam Вот Такие вот дела Ну и квесты Потеряли организацию Под названием Tempest Поэтому Не знаю Будет ли эта игра Какой-то кровопролитной На какой морали Будут подходить Но в общем Теперь Опять таки Не имея поддержки Скажем Зарплат Ребятам надо Проявлять себя И если Кто бы не вышел Да Или те Или другие Все так Все нужно По новой Начинать Доказывать В первую очередь Скаутам Каких-то Орг Что Пусть Пусть мы без орги Но мы жесткие Берите нас Посмотрим Как оно будет Просто Допустим Драконы Выписали Там Пост О том Что Из-за результатов По-моему Они расстались Ну Два варианта Бывает Либо зарплату Не платят Либо Либо состав Не показывает Результатов Если я не ошибаюсь То именно Драконы Binary Dragon Gold Писали пост О том Что Не совсем довольны Тем Что показывал Их состав Ну и видимо Состав тоже По этому моменту Немножечко Развалился Там Насколько я понимаю Дерзкий ушел И осталось Их трое Ну смотрим Пауза у нас Отжимается 8-2 Что наговорили Здесь Всегда сложно В дефе Решать Проблемки Вот когда в атаке Тогда в принципе Играя первым номером Можно что-то придумать И развести раунд Для соперников Неожиданный Сразу же По следующему После паузы Или Как это вот Частенько уже бывает То есть берут Допустим Перед форсом Нашифровывают Сразу два раунда И форс И Ну как бы Такое не бывает Вот здесь Хотя нет Вроде все Возобновилось Вроде все нормально Эх Печаль Сори Так Ну и Кстати После паузы Не удалось Кулгеймом Взять раунд Там разобрали Звено Стоящее на точке А Как я понял И Решили В отпуск А играть Ну Постоянно Монафес С кулоном Отыгрывают Далеко На лонге А И об этом Знают Литовцы Они просто По зигзагу На халде Никем не замечены На хаевке Не развелись Просто А теперь Понимая Что на шифровочке Не удались Денег нет И упор был У россиян Именно на предыдущий Раунд Литовцы Начинают устраивать Марапупа По своему Любимому Миду То есть Оттерпели Когда Не знали Что будет А вот Когда Это самое У колдгеймов Не получилось Врываются Всех уничтожают Так Ну и Последний Монафест В общем Человек Человек Ходящий на лонг Там его и находят Минус он 10.2 Очень жестко Очень жестко Геймплей ДНа За свою карту Берутся Если Колдгеймы Имели проблемки И там приходилось Камбетчить Приходилось переворачивать То У Геймплей ДНа Со своей атакой На своей карте Просто Ноль вопросов Придраться Придраться Не к чему Хотя Не стоит Как бы тут Особо хвалить Их Жесткая атака Они ничего такого Не показывают Здесь скорее Легкие рассинхроны И мискоммуникейшн У Болгейма Случается Ну кому-то удобно Эту карту играть Кому-то неудобно И По моменту того Что это не их карта Опять-таки Можно все на это списать То есть Непонимание Непонимание Как В какой момент Надо пропушить В какой момент Надо отсейвить Ну вот Мид раз от раза Страдает Никлбэк СВП Засел Засел охотиться На мидл Вроде как бы Никто и не знает Что я на точку Б зашел Но Массаж позвоночника Ему сделали Последним фрагом 11-2 Два раунда у нас В первой половине остается Я думаю Что если не буду Два раунда брать Колдгейма То во второй половине Мы увидим Попытка зацепиться В пистолетном А дальше Просто Рейджбай Рейджбай И до свидания Видим оверпасс Смотреть В оверпассе В оверпассе Вообще непонятно Что будет Ну литовцы Имея статус фаворит Что будут молодцы Им более приятно Будет на оверпасс Подходить После разгрома Если он будет Ну посмотрим Не все еще сыграно Теперь у нас Вектор контратаки Одного потеряв на точке Б Казалось бы Не должны пушить Колдгейма Но они своих соперников Удивляют Там пошла инфа Что врыв поверхней темки Поэтому забирают Отвернутого Форгета И Наконец-таки Вот Вакцина для Эболы найдена Пошли Первые Нелетальные случаи В виде раундов То есть Ну начинают разбираться Развели И вот Казалось бы Простая Да ситуация За хуже С двух сторон Но она работает Последний на лонге Форбас Форбас Так Ну и за ним Застильщики Мнофест Давайте табуляцию Посмотрим Мнофест 14 на 10 Играет Просто вот На 10 фрагов Больше Чем у Ну он играет Как три его тиммейта С третьего Четвертого И пятого Места На троих У них 13 фрагов Такие дела А у него на один фраг Больше Поэтому Ну да Можно некоторые фраги Назвать Типа Чё что у него 14 фрагов Он там сейвился Несколько раз Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Солирует. Ну и да, постреляв, постреляв, постреляв. В итоге никого не убив. На самом деле вообще невозможно, взяв столько плеток, никого не застрелить на меду. Но это случилось. Накалили только Егорку. Аутбрейк отдается на лонге. И свичнув девайсы, оставив себе 2 ВП и 1 плетку. Плетка гейминг выходит на раунд, который после паузы они уже делали. И когда не знаешь, что делать, когда убиваешь одного на лонге, иди через зигзаг холдами с раскидом. Совсем удачно открывается гусь. На просвете тиммейт отдается, поэтому... И Егорка, тот самый, который потерпел в начале этого раунда от плетки, теперь остался последним. Ну, похоже, что... Ту-ту-ту-ту-ту. Пу-у, будет. Все идет к счету 12-3 в первой половине. Да, ну и есть. Калаш так съехал по перилке. Ай, как школьники в торговых центрах или в метро по эскалатору. 12-3, первая половина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, друзья, ну и возвращаемся. Пистолетный раунд второй половины попытка закомбетчить. Единственная и неповторимая для коллектива Cold Game. Возможно, уже надежды на это никаких не возлагают, но, тем не менее... Тем не менее, нужно. Нужно собираться. И, кстати, пистолетный раунд у нас начинается примерно с той же ситуации, с которой начинался и предыдущий в первой половине, и с тем же самым. Похоже, что результатом. Выносите вперед ногами гробовщик, клипсайд, к вашим услугам. Форбас и поун добирают оставшихся. Ну, и просто вот как для Cold Game был. Изи пистолетный раунд первой половины, дававший им шансы на... ...безбедное и славное будущее. Ну, посмотрим. Так же заканчивается и этот. После него особо ничего взять-таки и не удалось. Первой половине Cold Game. Ну, не знаю. 13-3. 13-3. 10 раундов преимущества. Возлагают надежды на этот раунд. А смотрите, разводят муху. Довольно-таки интересно. Клики. Вовремя понял, что это развод, потому что человек с пистолетом с Тэк-9 ничего ему, ничем не угрожает, стоя на Тэспауне, и ему стреляться с ним нет никакого кайфа. Это просто-напросто выпуск двух тиммейтов из Нижней Темной. Темной сориентировался, одного разменял. Агрессивно играет у нас Дэп, что заставляет его отдаваться по одному. Застрелы отлично от Манофеста. Деглом убирают опорника на точке А. Ну и звено такое на Б просто вот фейспаум. Гейминг. Типа, что это было, друзья? Почему так быстро? Но бомба по-прежнему не ставится. Есть на джампе. О, и удивляет. С Тэк-9 в пропрыге от брейк 2 в 1. Ну какая бомба, беги за П-90. Не, ничего не нашли. Можно было П-90 вместо МП-9 засейвить, но дороже 2 очка в турнирную таблицу, и 300 долларов себе были. Бомб-кэри у нас. Ну и четвертый раунд, колгеймы берут. Случается то же самое. История с первой половины. Что забавно. То же самое, кстати, на карте Мираж было. Ну, возможно, у нас получится даже интересная половина. Не знаю, посмотрим. Здесь делают упор на лонг. По началу, если бы что-то было круто показано полным, то скорее всего тиммейта и поддержали, но понимая, что, во-первых, не успевают к нему. Ну, резок и ретив тот был, и угнаться за ним не было никакого шанса, а он еще и отдался. Просто напросто сливовую позицию настрел. Хорошо. Форбас. И две ЦЗшки. Две ЦЗшки и муха. Еще одной ЦЗшки тут есть. Ну, позиция разобрана. Атаки, в принципе, никаких шансов для отдачи своим оппонентов. Этого раунда не должно быть. А те, кто с девайсами у литовцев, ну, да, просто-напросто пытаются найти и съесть. Ну, скорее всего, лучше было бы засейвить, наверное, а следующий раунд все-таки полностью сливной. И надеяться на то, что вы вдвоем с такими девайсами. У одного вообще патронов нет, а у другого, ну, надо несколько раз попадать, чтобы человека убивать. Можно было бы сделать сейв. Точнее, можно было бы сделать убивание. Ну, надеяться на это сложно было. Не знаю. Только в полупозиции немножечко... Непридуманный раунд, точнее, его концовка. Ну, а вот теперь надо дорожить, да. Вот теперь, конечно... Теперь, конечно, когда за тобой выдвинулись, нужно с этой мухой просто в стенку забиваться. Но флипсайт ничего сделать не смог. Его по двум фронтам обходили и минусанули. Полностью сливной раунд. О, они опять закупаются. Ну, две тысячи оставляют по две тысячи. В принципе, ровненько. В следующем по две четыре... О, да, по две четыреста еще насыпят. Ну, то есть, полноценный бай на автоматических винтовках без ИВП будет. Так, ну и на первых таймингах вот спауны, в отличие от литовцев, все-таки колгеймам дают на лонг, и они с этим готовы работать. Открывают его моментально, не откладывая в долгий ящик. И, опять-таки, та же самая точка B. Никакого мета. Да, они гоняют по пленту. Изи, правда, потеряли уже одного-двое каленый. Николбек абсолютно не присутствует в здоровье. У колонны чуть побольше. Тут бы не клост-дистанция подальше забирать. И, кроме человека в пунте, наверное, никого оставлять не надо. Ну, на гусь можно поставить, потому что есть позиция на лонге. Но, опять-таки, КП абсолютно нет. Квики разбирается с распилом от полна. У дефа появляются легкие шансы. Калаш на лонге, который нервирует. Есть человек в лот-дистанции на зигзаге, который оттягивает. Ну, вот где на лонге? Чувак! Где моя тачка? Как долго он шел, господи! Да, я понимаю, он не понимал Квики. Вот есть у него, смотрит кто-то с просвета на него. Играли они вдвоем против троих. Но тиммейт же видел, что он борется на клост-дистанции с чем-то там. Он был с СЗшкой. Выходи, ты один в один на калаше с лонга. Ну, вот закрой его, вы два в два. Помогаешь спине. Два парня на зигзаге теперь вертятся и в панике не знают, что им делать. Тем не менее, литовцы как-то абсолютно по коммуникации не разобрались, свой раунд отдали. Шестой камбэк продолжается от коллгейм. Так, ну и выход по миду. Клин-клином вышибают. Но немножечко более быстрее, немножечко более уверенно. И даже не ощущают этот самый девайсный раунд коллгейм и своих оппонентов. По факту выходя на точку А, разведясь зигзагом, стянув СБ людей и заставив их замереть в полупозиции. Пять в два. Что-то как-то прям пошло. Прям вот карта ДАС-2, это самая карта, где может не идти, не идти, не идти. А потом взял раунд и как будто ты не проигрывал предыдущий. Прям берется и берется. Причем... Почья. О-о-о! Манофеста здесь... Подсадили. Круто. Так, ну и смотрим, что будет здесь дальше. Потому что все ближе и ближе. В принципе, один четкий шанс, один не самый очевидный на дачу 15-го раунда. Но коллгеймов все-таки присутствует. Поэтому могут они себе позволить. Экономика божественная. Рич энд бьюти у них по деньгам. Ну и против пистолетов игра. Опять-таки крутят скорость, не дают опомниться. Здесь бы тайм-аут взять на следующем геймплей ДНА, если они не возьмут следующий девайсный. Ну посмотрим, как он сложится. Потому что прямо-таки динамо-машина убийства и смерти раскрутили очень жестко коллгеймы. Забирают на этот раз точку Б. Правда, двоих потеряли. Но опять-таки никаких проблем по экономике у них не присутствует. И не будет. Даже... Ой, ну и что? Просто. Манофест. Дым, не дым, стенка, не стенка. Убивает все. Кулон на дальнюю дистанцию тоже своего оппонента перестреливает. 8-13 и... Бай. Важный раунд для геймплея ДНА. Пишут нам в чат, если экономику литовцев будут давить, то камбэк из рил. Ну, то, о чем я говорю. Тут даже литовцы говорят, мы и сами ее немножечко подавим. 2 ВП. Ну, не самое очевидное решение. Хотя на Мираже, если умеют, то практиковать такое дело можно за деф. Чего, кстати, не было у колдгейма в первой половине. Ну, по-моему, один раунд был с двумя ВП. Ну, посмотрим, как здесь разберутся. Где у нас, кстати, авики? Так, ну, один. Одного зафлэшили. Полупозиция абсолютно бесполезная, потому что звена лонга не присутствует. И здесь не совсем с руки стреляться флипсайду. То есть он уже... Он уже обезврежен, назовем это так. Но вот мнутся, мнутся до фрагов. Егорка и компания. Егорка одного убивают. Не понимают они, есть ли второй, есть ли на гусей. Смотрите, что делают. А точка бета будет укреплена. И причем на переходах еще ловят. Надо авик забирать! Надо авик забирать прострелом! Хоть как-то загрызть его! Застричь как угодно! Потому что приходит хелпа и просто вперед ногами всю атаку. Ну, и сами себя здесь колдгеймы перемудрили. Квик. С первого раза попадает. Кулон последний. Ну, знают, где он. Бомба предательски выпала. Трое архаровцев на нее смотрят. Будут смотреть на Кулона. Если тот попытается что-то сделать, ну... Надо растаскивать эту ситуацию. Надо прогуляться кулону, что он, собственно, и делает. И похоже, что сейчас будет понимать никого на точке А нет. Десантируется. Слышали. Забрил первого спирину. Там есть АВП. Если убиваешь АВП, то выходишь на дуэль один в один! Господи, что творит Кулон? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Фейспалм, литовцы, дяди. Ай, дяди, что это было? Господи. И они, знаете, как будто играли против чувака, у которого нет ног. Я не знаю, как будто они подумали, что кулон, не знаю, с какими-то цепями на ногах. И не может подпрыгнуть в зигзаг, и не может убежать на лонг. Начервили, смотрели все в ворота. Когда поняли, что беда пришла, то уже было поздно. Красавчик! Просто кулон затащил. Тут надо подышать, надо медленный раунд сделать колдгеймом, никуда не торопиться. Тем более против пистолетов, тем более эти самые пистолеты в тилте. Потому что вроде как бы деглы, надо держать дистанцию и самим сыграть с его на засаду. Но литовцы несутся на пятой скорости, опаздывают, опаздывают проиграть. Ой, жестко, 10-3. Буст по морали, конечно, для колдгейм серьезный, но такая. Команда, которой не нужен психолог. Вот она, пауза. Как бы не поздно, полн берет ее. Да, такой, конечно, удар получить. Как будто вот, я не знаю. Пощечина кирпичом по голове. Можно и не собраться после такого. Паузу надо было брать литовцам сразу после проигрыша этого раунда. Сразу же. Поздно они берут эту паузу. Они дают момент отдыха как раз таки колдгеймам. Бесполезно проигранный предыдущий раунд. Если бы пауза была взята перед предыдущим, литовцы могли бы поговорить, еще и предыдущий взять. Потому что, ну, на таком бусте морали рука еще у кулона и сердце бьется. Рука стреляет, сердце бьется. Там никаких шансов не было. Надежда могла бы быть на два раунда. То, о чем я говорил. Тайм-аут перед тем раундом надо брать, который вы не совсем настроены. Настроены брать, шифровать два сразу. Так, ну и ждем. Колдгеймам пауза в первой половине. Опа, у нас флипсайт отвалился. Колдгеймам пауза в первой половине не помогла. Играли они, я напомню, тоже за деф. Посмотрим. Ну вот, тяжеловато. Еще раз повторюсь, деф. Что сейчас литовцы могут себе типа сказать? Пацаны, надо жестче играть. На девайс нам рашить, на девайс нам удивлять контратаками, какими-то контрвыпадами, имея в стаке еще и АВП. Бессмысленно. То есть, поэтому пауза и была бы, очевидно, перед предыдущим раундом. Приходит флипсайт. Ждем. Друзья, напомню, что если колдгеймы возьмут, то мы практически по расписанию начнем сегодня вторую игру, которая намечена на 10 по Москве, Киеву и Минску. Это будет Баглан против квестов. Бывший Binary Dragons Gold против бывших Tempest Esports. Но пока об этом разговаривать рано. Будет ли оверпасс или не будет ли оверпасс, вопрос серьезный. Но видно, что колдгеймы не готовы переводить противостояние в третью карту. Да, предыдущая встреча этих команд как раз-таки закончилась со счетом 2-1 в пользу колдгейм. Колдгейм же, меня же не обманывают глаза. Ну да, 2-1 было. Было это 11 мая. Прошло чуть больше двух недель. Поэтому такие вот дела. Но там был кэш, это я 100% помню. Здесь кэша нет. Так, ну совсем, совсем прям заговорились. Что-то прямо долго. А, ну понятно. Кого-то не выдержал организм. Настолько можно переволноваться, что... Все. Возвращаются. Хочется пошутить как-то, конечно, про эту ситуацию. Но такие шуточки. Ниже пояса. Туалетная тема. Опустим ее. Бывает все на этом свете. Фу. Как-то вот непонятненько. Непонятненько. Безумство, замешанное на отвагу. Ну, бомба, конечно, в дыму здесь помогает, этот контрдым. Но все-то потерялись. Последнее АВП остается в руках Николбека, а не у Манофеста. Ну вот сейчас бы после таймаута взять и делать то, что вы... Ну вот для вас же плюсовой таймаут сделали литовцы и колдгеймы. Что за дела? Медленно. Чуваки что-то шифруют. Зачем нестись, сломя голову? Редко я такое видел, чтобы после таймаута... Причем в ProSeries. Я про ProSeries говорю. Не про турниры какие-то там. Тир-1 коллективов. ProSeries, вот не вспомню кто, но я еще там рофлил, типа... О, чуваки взяли таймаут, а как будто бы взяли соперники таймаут. То есть удивились. Здесь расчет на это абсолютно не играет. Проблемы, какие серьезные испытывали колдгеймы. У них один только шанс на то, чтобы не отдать ничью. И они его просто вот в помойку. Зачем дефолтно посмотреть, что делают, как стоят? Они же что-то придумывают, не просто так охлаждаются. Поймете, сделайте раунд. Нет, тем не менее... О, у нас рез под лонг. Гоу. Так, ну и 14-10. 14-10. Теперь уже что-то нужно придумывать атаки. Там вангуют счет 16-14. Ну, посмотрим. Пока не все так очевидно. И пауза пошла как раз-таки на пользу. Хотя, опять-таки, выносите под белые рученьки. Сделали колдгеймы этот раунд после паузы. Как будто... Как будто им что-то было нужно. Мораль на их стороне. Отыгрывай. Манофест. Манофест. Вот такой вот раунд. Нужен был атаке в предыдущем. Но поняли это только проиграв. Так, ну и смотрим. 5-4. АВП одно уже убрали. Одна мишень была легкой. Ну и теперь просто-напросто либо найти второй АВП, которая не торопится у нас от флипсайда открываться в миддл. И смотрите, какая ситуация по фунтам. Пока что в сети спауне никого не присутствует. Там далековато на просвете чувак стоит. Здесь флипсайд тоже себе жертву не находит. Прилетает из зигзага. Вроде как бы разводят. Типа, мы, может быть, и на точку А пойдем. И, может быть, и пойдут. Знают, что на 1 есть. Знают, что 1 в сети спауне. Логично предположить, что стоят 1-1. Но выбирают точку Б. Так, ну и там у нас за Иксом. Редута барона, который съедается вдвоем и знает, что против АВП. Тут просто-напросто надо проконтролить окно, которое на репик попробует до бомбы открыться или не попробует. Нет, пошел свитчить девайс. Эмочку вместо АВП себе берет флипсайд. Но пока отвернулся... Нерадивая мама, знаете, в супермаркете отвернулась и потеряла ребенка. Так вот и флипсайд. Только отвернулся за АВП и моментально его тиммейт... Причем через дым, по-моему, там в пропрыге на зайчике был забран. 11-14. Денег. Zero. Раскладывая ситуацию по экономике и по раундам, гейплей ДНА делают вот такой вот раунд на пистолетах и мухе, не покупая арморы. А фурбас у нас вообще... Ну, он просто, скажем так, имея самый минимальный стак денег, просто-напросто ничего не покупал, чтобы не равная экономика была у всех на следующем по концовочке этой половины. Ну и беспроблемно, пока что Клин Энези... Ооо, кулон! Клин, вырывается, Калёнова забирает. Пун! Поу! Минусом. Опять-таки в прыжке. 12-14. Я решил озвучивать кассе. Не, мне просто нравится, как АВП стреляет. А когда тебя автодиректор подводит к мысли, что это сейчас АВП будет убивать, ну не зря же, да, автодиректор переключается на авик. Это просто смотрится шедеврально. Так, оп-пу! Так. В 2 АВП теперь от атаки, одно работает, не выпускает из-за красного, на пиксель держит, пропуская своих оппонентов, точнее тиммейтов, манофест. Шикарен. Царь-батюшка с ВП. В самой решающей ситуации... Ну вот, я отмечал уже кулона и манофеста. Отмечаю еще раз. Даже по фрагам видно. Да, минусанем отсюда фрагов 6, наверное, как могут хейтеры всякие сказать, типа он сейвил, там неважные фраги. Но даже минусуя 6, у него 23 становится. А это на 6 фрагов больше, чем у ближайшего преследователя. Кстати, смотрите, что делают геймплей ДНА. Они понимают, что не будет денег, здесь датский сейф. В их исполнении, как украинский борщ, только датский сейф. Ну и все это дело разруливает звено большинства атаки, колдгеймов. Выдвигается в поисковую операцию за этими самыми девайсами. Вот тот номер. Флипсайт. Даблкил от него в линию. Прошил. И манофест. Ну, чё, доберем последнего. Он тут не знает, куда деться со своим одним ХП, но... Времени настолько мало, и на него никто не побежал. Всё-таки ямочку на одном ХП засейвил. Плохие новости для геймплея ДНА. По факту они отдают 14, денег нет. Вот куда, знаете, запихнуть эту эмку, непонятно. Когда у вас рванула труба, причём рванула в трёх местах, а у вас одна пробка, и вы не знаете, какую дырку затыкать. Здесь бы угадывать, какая дырка больше, но как бы не туда немного. Пошла эмка. Чё, чё это? Типа Квик. Квик на верочку играет. А вдруг какие-то девайсы на тест-пауне? А пойду-ка я посмотрю. Денег-то у них вагон. Вдруг чего-нибудь да найду. А по факту напарывается на аутбрейка. Весёлый жёлтый утёнок, который не отыгрывается. Зэшка и девайс. Дополнительный бонус для Квика. Калашников будет уносить. Два девайса в следующий раунд. Ну и надо тиммейтам разруливать аутбрейка. Не смог он. Надо догонять. Лёгкий марафон под музыку из Бенни Хилла в поиске девайсов. Так, ну и смотрим. Пистолеты, конечно, не сюрприз. Лучше бы здесь встретить Калашников и эмочку, но, естественно, они отыгрывают на самых дальних точках этой самой карты. Именно на Т-спауне. 14 полноценный бай для коллектива геймплей ДНА с двумя подарками. Один не смогли найти тогда полно на одном ХП. Он два раунда носит свою эмку, пусть и ничего с ней не делая. Но, тем не менее, когда экономика приходит ко всем, у него ещё и остаются денежки на следующий. Так, раунд государственной важности для тех и для других. Денег не будет у литовцев, и если они сейчас не берут, то раунд за два у нас. Ну вот, видите, поун сейвил и квик сейвил. Но у нас будет ситуация с первой карты, когда два девайса на последний раунд, а остальные с пистолетами, и ничего ты уже сделать по факту здесь не можешь. Тем более, что ты за деф играешь, тебя растягивают. Заткнуть все эти пробрешены тяжеловато. Так, ну и медлят колдгеймы, всё прекрасно понимая, что они будут просто-напросто финалистами, выигрывая карту ДАС-2. Им нужно выиграть всего лишь один раунд. Один раунд. Чёртов один раунд. И всё. Они же всё разложили. Они же тоже как бы не... Не бигстары с матчмейкинга, и разговаривают об экономике соперника в первую очередь. В пустайме от этого строятся и раунды. Так, ну и смотрим. Атака решила на Верочку играть, напарывается на Калашников. Единственный стоящий на точке Б. Вот сейчас бы взять и в самом решающем раунде оставить себе на последнем тайминге выход на точку Б через дым, не зная кто, с какими девайсами на ней стоит. Тем не менее, звено атаки рассочилось на 2. И... Габела. Пятнадцатый для геймплей ДНА. Ой, пахнет доблыми. Деньги есть, но, как говорится, в гроб не унесёшь. Всего лишь один раунд здесь остаётся. На 10 тысяч не закупишься, как ни крути. Поэтому, ну не знаю даже, что можно придумать. Можно придумать, взять вот 4 АВП, например, а потом на респе ещё и Калашников себе закупить. Ну и похоже, что так решили. 4 АВП. Первый открывается, теряется. Квик ждал этого момента. Эх. Их осталось два. Одно. У аутбрейка. Ну, тяжёлая ситуация. Сами виноваты. На самом деле, колдгеймы никому бы никогда не посоветовал раунд за два проводить именно так, как провели его колдгеймы. Ну, они подумали, что, играя против пистолетов, и, возможно, одного девайса, скорее всего, второй ушёл закрывать точку А, а не смогут. Накинули флешку в дым, но из дыма никто не вышел. Увидев флешку, под неё присели за красным ящём, а когда встали, то просто-напросто начали спамить, зашивать, и всё было решено изначально. Там не так немного надо было сыграть, скорее всего, обезопасить себя ещё чуть больше. Мало того, что... О, неплохо. Аутбрейк, кстати, открывает в себе способности АВП равнять ситуацию в этом раунде. Так вот, там надо было, скорее всего, через Молотова попробовать сыграть. То есть, минимум живой земли оставить на точке Б, заставить встречать вот эту вот связку в полупозициях. То есть, убегая из Молотова. Это неудобно. Будь у тебя калашников, это тем более неудобно. Вот так вот, да, в Молотов загнать. Вот как здесь делают. Да, дым. Да, неудобно выходить из дыма через флешку. Но если бы кинули три Молотова, один за красный, один за дальний, один поближе в себе, даже сами, выходя в Молотов, не особо бы и потерпели. То есть, съели бы клост дистанцию по Молотову, съели бы дальнюю позицию, съели бы за красным. И тот самый калашников не реализовал себя. Ну, а пока все неплохо. Идем мы к допам. Кстати, 4-3, 4 в 3 остаются коллгеймы. Ну, и пытаются. Пытаются сотворить чудо. Хотя ретейк... Ретейк будет, естественно, потому что это последний раунд. И тут не все так понятно. Но стрельба Егорки заставляет немножечко сконфузиться. Да, допа у нас будет. 15-15. После небольшенькой паузы мы с вами увидим продолжение противостояния в формате 3 раунда со стартмани. 16 тысяч у каждого человека. По 3 раунда за каждую половину. Продолжение следует... Возвращаемся, друзья, товарищи. Братья и сестры вечера обещают быть томным. Поэтому готовьтесь к крови, мясу, всему остальному. Стороны, естественно, не меняются. Коллгеймы уже открывают свою сторону атаки. Начиная с энтрифрага от АВП, Манофеста. Ну, и Манофест сегодня не контрится. Практически не контрится. Ну, вот, ребята, контрнаступление на грабле. Ну, вот, жизнь ничему не учит. Как будто... Как будто есть запасные шары. Тем не менее, все проблемы решает Манофест. Ну, как минимум некоторые из них. Энтрикил сделал. Еще и практически к равной ситуации сводит. 2 в 3. Можно, пободавшись, немножечко походив, вырулить и такой раунд. Тем более, что пока что по центру есть ближнее звено в виде флипсайда. Точнее, ближнее оппонент в виде флипсайда. Но отдается как раз таки не он. И разведены по плентам. Манофест уже, напоминаю, минус 3 в этом раунде. Так, ну и вот так вот. Эйс, 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 эйс. Ну, смотрим, сможет ли фурбас. Кулон однажды смог. Настолько ли жесток или жесток фурбас. Давайте за ним только лишь наблюдать. Прошелся по трупу соперника. Собрал себе необходимые. Что он там нашел? Дым у него только лишь есть. Нет у него... Да и не нужен, наверное, шлем. Ну и просто-напросто попиксируем на стрельбу, аккуратненько выцеливая. И сухо, монофест в тот самый момент, когда это было нужно больше, чем... Больше, чем 100%. Сработал. 16-15 усилиями одного АВП. Открыл раунд, середину съел и концовочкой запил компотиком. О-ло-ло-ло-ло-ло-ло. Да. Но можно порофлить литовцам. В принципе, ничего страшного в этом моменте нет. Конечно, неприятно, но выстреливают... Бывает такое. Индивидуальности в самые жесткие моменты. Молодец! Манофест. Сколько он там уже набил? 37 фрагов у него. 37 фрагов Больше на 1 фраг Ну, точнее, в 2 раза И на 1 фраг больше, чем у Аутбрейка, допустим Ну, остальные ровно идут тут Не стоит говорить о Аутбрейке, который отстает Он не отстает, остальные просто-напросто Есть монофесты, есть остальная команда Но тоже вот Воздвигать памятник при жизни ему АВП так и должно отыгрывать Красавчик, ничего нельзя сказать 4 в 3 4 в 3, теряются потихонечку литовцы Тем не менее, АВП на АВП Выходили стреляться и прекрасно монофест понимал Ой, монофест, там Аутбрейк был С авиком, прекрасно понимал, куда ему смотреть Но появилось плечо раньше, а потом, когда уже выходил Просто-напросто на спусковой курок Нажали и его уничтожили Как он его видит, господи? А, ну тут зазор есть в дыму, да Еще и приду над дымом Тем не менее, квик неплохо Квик неплохо, 3 в 2 литовцы Есть у них все шансы Тем более, что Да, все, всех добрили Ну, заперли просто Одного из Колдгеймов Плантея, он не мог никуда уже уйти А АВП все-таки стреляет Не ядерными тактическими Ракетами какими-то С ядерными боеголовками Чтобы Чтобы бац И дальше тишина на Плантея Нет, приходилось ему по одному Да, одного Сбрил, а вот уже Остальные просто-напросто мясом Задавили И эту ситуацию литовцы В свою пользу разрулили Так, ну и смотрите Деньги есть, 3 АВП Хорош Хорош просто кулон Манафеста. Два самых жестких парня Устроили разборки В маленьком Бронксе О господи Сейчас бы взял За что? Говорит Манафест Я ей сделал Я тащил пацаны Будут без Манафеста Типа Чё-то много фрагов у тебя 37, успокойся Братка, посиди, отдохни, подыши Мы сами В четвером против пятерых изначально Но аутбрейк, в общем, реабилитируется за эту ситуацию Понятно, что это было случайно И он увидел оппонента А потом только появилась голова в прицеле Его тиммейта На феста Ну, такое Ну, как? Ладно, 4 в 4, все нормально Забыли, надо продолжать, забирают мид Вот, то, чего нужно Звено точки Б не такое жесткое, как того бы, наверное, хотелось Самим литовцам, если его в полупозициях ловить Позиция за красным ящиком Смотрится просто-напросто детским садом И человеком с лопаткой А не с эмочкой Забирают, 2 в 2 будут отбиваться И у тех и у других шансы абсолютно одинаковые ПХП примерно одинаковый Из раскидов здесь остался даже молотов у кулона Который он, видимо, хочет за собой в могилу уточить Или на следующий раунд надо использовать В не самой очевидной позиции находится его тиммейт Если будут заходить, то надо отстреливаться Но Кулон и так работает неплохо Ну и здесь уже 2 в 1, четко Первая половина, 17-16 в пользу коллектива Cold Game Напоминаю, что 3 раунда в каждом мы играем Будем меняться сторонами Теперь за тот самый проклятущий деф Для себя россияне будут играть Ну а литовцы в атаке попытаются показать зубы на своей карте И тем не менее свой пик забирать Это знаете ситуация, типа на стройках пишут Не стой под стрелой Ну типа под стрелой крана Вот примерно такие же дела были Поэтому Тут одинаково не инноватые Что кулон, что монофест Премия Дарвина Этой катке точно достается Монофесту Ну это такая американская премия Где американцы, глупо умершие Уже посмертно попадают в нее Я не знаю, там родственников награждают или кого Печальная премия на самом деле Как бы это смешно не было читать в новостях Но Монофест заслужил Так, ну смотрим, что будет здесь Литовская атака Литовский даст 2 Подразумевает вязкие тягучие Перетекания от точки до точки На поздних таймингах Выходы уже Но вот если помнят кулгейма То, чего им не нужно делать за сторону дефа Это точно не контрить в класс позициях К этому всегда литовцы были готовы И всегда с этим разбирались Ну и Равноценные размены Пока Фурбасу оставляют совсем мало хп Звену точки B Надо моментально ориентироваться Что же будет происходить Закрыванием спины Все хорошо Гоняют одного по плунту Одного знают, что На лонге оставили Но вот мид со спиной не отыгрывает И теперь приходится Просвету дергаться Пропушивать одного позицию Выходить на двоих Перекрест И только лишь одного Убивать аутбрейку Потерялись Не заметил я, кто там был на миду Но Все зависело как раз таки От этого самого закрытия спины Проблемки начинаются От колдгейма В Защите Как это было И в основное время В первой половине Ну и Браво И брависсимо Геймплей ДНа Насколько же жестко Они чувствуются Их соперников И Ну выводят их Я не знаю Под гипнозом Там или как Нильс Кого он там Заводил в море В океан Под дудочку Каких-то грозунов То ли мышей То ли еще кого-то Вот просто Гипнотический сон Впадают колдгеймы Так Ну смотрим Смотрим Опять-таки Два АВП от дефа То чего не было И не хватало денег В основное время Теперь позволяет Стартмания Дополнительная И возможно Через эти два девайса Отыграют Кулону Конечно опасно давать Как вот Детям спички Не игрушка Так кулону АВП Не игрушка Но Манофес со своей справляется Уже минус 2 От колдгейма Центровка Литовская Не помогает И выход Не совсем очевидный По одному Как-то Форбас Подтянулся По-моему Бессмысленно На лонг Четырём Двоих Короче Кто заберет 19 Тот выиграл Если счет будет 19-17 В любую сторону Вторых допов Мы не увидим 18-18 Будем смотреть Вторые допы Все довольно таки понятно Поэтому сейчас идут Самые жесткие Во-первых Матчпоинт Будет для колдгейма Если они этот Раунд И в который раз Манофес Вот именно На зигзаге Не может пиксель поймать Он уже Головой начинает уходить А только потом Рукой стрелять Побоялся Ну можно там И голову было словить Такая ситуация Ну вот на отходе Как раз таки И одного и второго 18-17 Матчпоинт Для российской команды Колдгейм Против фаворитов Группы По-моему Если я ничего не путаю А Третья групповая стадия 15-го сезона Про серии Старладера В статусе Темные лошадки Подходили колдгеймы К этому полуфиналы Но Один раунд И они в финале Это последняя игра на сегодня Нет Это первая игра на сегодня Еще будет четверть финала Кстати мы уже Немножечко Запаздываем Но здесь интересно Так Хе-хе-хе-хе-хе Вот это номер Николбек И его точка Б Ну а в принципе Кстати Можно даже наверное Мид не смотрится Что интересно То есть смотрите Здесь Ветер гуляет Как там Перекатиполе рисуется Ну решили вот так вот 3-2 по пунктам Отыгрывать То есть Здесь должно Сыграть звено на просвете Которое если пойду через мид Литовцы Будет По факту Перекрывающим кислород По затылкам Такие парикмахеры Спиновые Но Пока серьезные проблемы Мы ему слишком много Набрали авиков И Не угадали С плеткой на Б Редковато ходит все-таки Геймплей ДНа На эту самую позицию Поэтому Тут более очевидно Было поставить плетку Куда-нибудь в район Зайчика Например Которая бы Саппортила Б Через ворота Простреливая Или заходя в просвет А вот Более сосредоточиться По тому самому Миду С которым проблемы есть Но Не менее решили как решили Похоже что у нас Старые допы будут Потому что второе Клона Остается Заключительным Против четверых И шансов У него меньше чем 0 18-18 Друзья нас ожидают Вторая серия Допа Незначительный матч Полуфинал про серии Ну ты смеешься Нервы жуть За колд гейм Ну ты Я не знаю Ногти погрызи Говорят помогает Не На самом деле На ставках Этого матча нет Поэтому Оскорбить Какие-то чувства Ставочников Я вряд ли смогу И Естественно Хочется все-таки Для русскоязычного Комьюнити И организация Все-таки Русскоязычная Старладер Чтобы Наш с вами Команды выходили Уровень СНГ КСа поднимался А не Никому не известный Литовский КС Хотя Стоит отдать должное Коллективу геймплей ДНА Через огонь Воду Медные трубы С бог знает Какими составами Там через Уикенд капы Дейли капы Зарабатывая очки На На сайте КСГО.старладер.тв Эти ребята Вот Доросли до Про серии То есть Ну Путь Длиною Два года Заканчивается для них Ну не заканчивается Пока что Полуфиналами Про серии Посмотрим Тут Не все так очевидно Возможно мы еще и третью карту С вами РПасс увидим Тогда Тогда в перерыве советую Опустошить Бабушкину аптечку И Вот язычок Валидол Валерьяночкой Запивая Аккуратненько Все это дело Смотреть Верпас Потому что там Непонятно что будет Ну и тут Колгеймы кстати Один из немногих раз Когда Позволяют себе Контрагрессию удивили Литовцев Литовцы Уже такие Знаете Как мухи После зимы Между оконными рамами У кого они еще старые Деревянные Такие Что Еще не скоро Просыпаться Ну и Звено Палонго Отыграло четко 4 в 2 Теперь просто Вот Просто не начервить Нужно Никуда бежать Не нужно Ноги Отставить Просто стоять И стрелять Ну и Вот куда он Сбрасывает бомбу Непонятно Палон То есть Оставаясь вдвоем Боится потерять бомбу На миду И если его тиммейт Выходит точно На тот же мид Любопытство Подводит Никлбек Любопытство Под номером 2 Но Манафес Как раз таки умеет С ВП стрелять Плюс Жесткое наведение Вот погибшего тиммейта Для него было То есть Он уже Прицеливался Заранее выходил И Последний На постановке бомбы Пытается Палон Хотя бы какую-то пользу Своей команде Принести Тем не менее 19-18 Неожиданности У колгеймов Именно со стороной Дефа случаются Здесь им Кровь из носа Надо как минимум Два раунда брать Аматорскую серию Нет No, 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 no No, no Аматорская серия Друзья Я насколько знаю С открытыми Гоу ТВ Поэтому любой желающий Может Взять И застримить Если я ничего не путаю Я даже видел Такой один стрим Правда На другую Платформу Бывают такие Типа Знаете Бывают команды У которых есть Собственный Стример И он типа сидит И их все матчи Комментирует И потом такие Мувики Типа Ааа Делает минус 3 Минус 4 Ааа Так Ну смотрим Что будет здесь Опять таки Сентрикела Начал от колгейма Что для них Приятные новости Потому что Множество моментов Куда он шел Такой знаете Интеллигент В спальном районе Москвы Выхина Загулял По Типа Я такой Незамеченным Пройду Под завесой ночи Но Срослось Кулон В дымы Шьет По инфе Тиммейт Правда По ногам Здесь стреляет Но тем не менее Много Печального Для литовцев Последний Остается флипсайд Ну и Электрическая ела В его исполнении Разворачивается На все стороны И застреливает Троих Уже моментально Но правда Вот Единственный момент Который для него Конечно критический Это выпавшая Бомба На подъемчике Там АВП контролило И второе Подбиралось 20-18 Два раунда Первой половины Вторых дополнительных раундов Второй карты Пика Литовского Коллектива Геймплей ДНА Кулгеймы Уже берут Привет Так Ну и дуэль АВП У нас на меду Оооо Потерялся Ну монофест Ой Редко Короче Он отыгрывал На меду Решил Как бы Почему бы В последнем раунде Первой половины Не сделать что-нибудь Неожиданное Сделал И Ну тиммейт Почистил 4 в 4 4 в 4 4 в 4 Смотрим Как будет здесь Все развиваться Пока Пока литовцы делают То что обычно Тут даже вот Печально за их даст На самом-то деле За их атаку Но на самом деле Она настолько действенная Против колдгеймов Что Почему бы и нет Им ничего не приходится Придумывать У них По факту Нет ни одного Шифрованного С разводом раунда Или с заходом У них есть Постояли 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 Убили Не убили Убили Не убили Убили Не убили Выносим Заносим Выносим Заносим Проходим Раунд забираем Все Ну и вот То же самое Не исполняю Что и всегда Здесь бы со спиной справиться И в этом моменте Самая важная позиция Отбрейка Которую он наконец-таки Отыгрывает Ну не он наконец-таки А человек Который оказывается По факту В перетяжках Ловящий спиннового Ловец снов Ловец с дном Так Ну и здесь атака Как бы оккупируется Правда бомбу не дают поставить Немного кривоватый Молотов ложится Но Не дает поставить Под зигзаг Бомбу И ретироваться Ну и последнего Плантя зажимают На гусе Минус он 21-18 Клин и низи Половина для коллектива Из России Вторая половина на очереди Где Ну непонятно что будет Пока вот Каждый раунд Проигранный Литовцами Будет для них Фатальным И И на этом Они попрощаются С про серии Фух Потненько Потненько Матчпоинт Тому Вещает Злобный Звук Брррр Так Мы ждем Ждем У нас Вылет У геймплея ДН А сейчас И провод Выдернуть сетевой из системника. Потому что паузу, я напомню, и те и другие уже брали. Причем у литовцев пауза была длиной в жизнь. Если они там мало того, что посовещались, так еще и настолько скучно было колдгеймам, что они разбежались по помолиться богам белого фаянса. Ну, возвращается Форбас. Ну, а может быть действительно какие-то технические проблемки. Все бывает. Техника... Техника тоже человек. Техника тоже может сломаться. Так, ну и три попытки у колдгейм для того, чтобы завершить все со счетом 2-0, чтобы литовы когда-то забудутся, а вот выход в финал не забудется никогда. Поэтому как бы там ни было, надо тащить, не доводя до... Не доводя зрителей до бабушкиной аптечки. Смотрите, что делают. Геймплей ДНА просто решили ва-банк пойти. То, что совершали колдгеймы в предыдущей половине, они решили с этого начать. Ну и вот, по-моему, все. На этом тилдгейм от геймплей ДНА... ДНА... И... И понимая, что надо просто-напросто идти колдгеймы, выбивая двоих, сочаться туда, куда... Откуда они, точнее, этих самых двоих выбили, но приостанавливаются почекать спину. Во-первых, Манофес на ней оставится, ожидая, что бомба будет поставлена под него, но Манофес промахивается два раза, вот что-то не заходит. Так, тем самым жизнь своим тиммейтом осложняет, тем самым дает... дает время на подумать литовским суперпрофессионалам, но похоже, что, господа, все. Все было очень потно. Всем спасибо, все свободны. Последний флипсайт. Колдгеймы в финале. Геймплей ДНА. До новых встреч. 2.0.22.18. Вторая карта. И мы с вами встретимся еще на одной игре сегодняшней. Поздравляю. CGGG с этим свершением затащили. Это было круто. И действительно, две крутые карты. Пока небольшенькая пауза. Далее... Далее четверть финал. Далеко не разбегайтесь. Еще одна, я надеюсь, интереснейшая битва нас ожидает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok